Итак, основа религии — это отрегулировать деятельность своих чувств. И тогда человек может действовать благочестиво. Некоторые люди практикуют религиозные принципы, но они не знают, что такое благочестие. Итак, следование религиозным принципам и благочестия, и то, и другое находится на материальном уровне сознания. Это соответствует желанию освободиться от страданий и обрести материальное счастье. Обычно люди приходят в церковь и просят о хлебе насущном. Они думают, что Господь — это наивысший пекарь. У него там огромная хлебопекарня в духовном мире. И обычно он каждый день доставляет хлеб. За исключением Рождества. Потому что на Рождество у него подписан контракт с Санта-Клаусом. И на Рождество Санта-Клаус доставляет хлеб. Итак, у людей есть такое представление, что религия предназначена для того, чтобы освободиться от страданий. И затем для того, чтобы дать нам то, что нам нужно в жизни. А за пределами этого Выше этого уровня находятся те, кто победили греховные реакции. Это означает подняться на уровень Мадья-Мадхикари. Терпение. Наш прогресс в духовной жизни в конечном итоге зависит от нашей способности терпеть. Особенно терпеть наши материальные представления о жизни. Он мой враг. Я его зарежу. И всех своих других врагов я тоже убью. Я повелитель всего. Я совершенен. Я могущественен. И я счастлив. Итак, нужно терпеть эти безумные идеи, которые сидят у нас в голове. Это наше первое представление о терпении. Мадья-Мадхикари означает, что он помещает наставления Ачарьи в свое сознание. И наставления, приходящие по цепи ученической преемственности. Он сосредотачивается на Госвами, на Шести Госвами, на Ачарьях, на Панчататве. И неважно, счастлив ли он. Кто-то у него покупает книгу. Или не берут книги. Такой человек продолжает выполнять свое служение. Субтитры создавал DimaTorzok